Фамилия архитектора неизвестна, но он из школы Казакова. Каменный храм спасания рукотворного возвели в Иславском в год рождения Пушкина в 1799. За более чем двухвековую историю он пережил многое. В советские годы в нем было зернохранилище. Благодаря этому церковь не разрушили. Сохранился древний помянник нашего храма. Он еще времен деревянного храма. И там упоминаются все жители, которые умерли. Записывались они в этот помянник, а священник их поминал. И он ввелся вплоть до 1913 года. По этому документу можно изучать историю села. И такая возможность теперь есть и у главы округа. Андрею Иванову вручили копию помянника. Как и многие другие, храм спасания рукотворного расположен на высоком берегу Москвы-реки. Но с недавнего времени любоваться красивыми видами стало небезопасно. Вот оттуда есть угроза обсыпки и до конца храма. То есть весь этот мыс шпунтуется посередине и отсыпается. В планах 500 метров побережья укрепить. Но обвал берега – не единственная проблема, говорят местные жители. По кост травы эту проблему должен решить. Но это в будущем, а пока в повестке подготовка к Пасхе. К слову, готовиться к празднику здесь начали еще на второй неделе Великого Поста. Батюшка нам говорит, что нужно дела делать руками, а в душе и в голове все-таки помнить о том, что идет Великий Пост и молиться. Помыли окна, привели в порядок территорию, сейчас красят ограду. В этом году православные отметят Пасху 5 мая. Времени на подготовку у верующих еще достаточно.